Всем привет ребят! Сегодня посмотрим как работает игра Halo Infinite Company на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим какой здесь у нас FPS. Ну и конечно же на управление от геймпада, весь игра 36 и 7 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на сколько быстро загрузится у нас данная игра. Halo Infinite Company или компания, оптимизирована под Xbox Series S и Xbox Series X. Работает данная игра при разрешении Full HD 1080p и 60 FPS. И также можно включить режим качества, где будет у нас картинка в 2К разрешении 1440p, но уже 30 FPS и с такими проблемами как Input Lag. Да, он здесь присутствует, он очень сильно заметен, так что не советую играть при таком режиме. Но опять же, если вы хотите просто-напросто посмотреть на графику. По поводу настроек вообще игры, давайте пробежимся, быстренько посмотрим. Все по стандарту стоит, я здесь ничего абсолютно не трогал именно по геймпаду. Да, здесь поддерживается также клавиатура и мышка, как и ранее. Графика у меня поле зрения стоит на 120, качество графики и быстродействие опять же, 1080p и 60 FPS. Размытие в 0, тряска экрана в 0, выдержка 100% и полноэкранные эффекты 100%. И резкость 60 стоит, то есть у меня по стандарту я ничего не трогал. Звук немножко по себе понастроил, интерфейс здесь также все по стандарту. И специальные возможности все, тоже по стандарту я ничего абсолютно не трогал. Хотя здесь много всего можно настраивать, кому-ка опять же как удобно будет. Ну что, давайте компания, новая игра и давайте сложность, я не знаю, пусть будет нормально, почему бы нет. Играть. 3, 2, 1. Начинаем. Ну и вообще Halo Infinite Company, компания, да, то есть когда вы зайдете в игру, у вас было до этого Halo Infinite мультиплеер, вам обязательно нужно будет скачать компанию, то есть зайти и скачать. И не просто так она не будет сама по себе качаться, если, допустим, у вас она была скачана. Вам обязательно нужно зайти в игру и нажать установить. То есть вот так вот. И там будет выбор языков, там много, кстати, их. Ответьте на вопрос. Тут уже, кстати, графика очень хороша, очень. Но видно, что FPS прям, ну, тридцатка, наверное, даже может быть в некоторых моментах похуже становится. Ну, все равно, красиво, красиво. Смотрите, сразу же покажут крепкошку эту, сразу же, сходу, прям в трейлере в этом. Щит видите, активирует. Если бы ты знал, как умрешь. Ты смотри, как, а? В корпус ему пробил троечку. Класс. Выпал. Ты бы прожил жизнь иначе или прожил жизнь иначе? Прям очень красиво, вот этот трейлер. Вступление. Катсцена. Очень красиво. Да, конечно, это можно пропустить, но я не буду. Меня зовут Атриокс. И я стану последним, что ты увидишь в жизни. Не, ну, прям, графика, мое почтение, очень хорошо смотрится. Полетел. Взрывы вот этого здесь, экшен, как обычно. Ну, не дотянулся немножко крюком кошкой. Хотел за какой-то там двигатель, да, зацепиться, или что-то висело у нас. Оружие какое-то. Пушка. Так. Тут уже нельзя... А, нет, пропустить можно все-таки. Почему-то нельзя было сначала пропустить. То есть, там до определенного момента нельзя пропускать. Пропустить. Так. Активация. Да, игра полностью на русском языке, вот почему-то за исключением озвучки. Ну, это как всегда, в принципе. То есть, озвучка на английском языке, а субтитры, текст на русском. Есть, 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 мы летим домой. Кто это такой вообще? Ну, привет, Чиф. Я перебросил остатки энергии в твою броню. Можно пропустить это? Как-то нет. Вижу сбой в калибровочной матрице, если, конечно, это матрица. Смотри-ка на свет. Так, ага, зеленый. Нажмите, откройте меню параметра, чтобы инвестируйте правление взглядом. Я понял. Теперь вниз. Так, давай. А, вот. Вибрация. При каждом, когда вы наводите на этот фонарик, вибрация небольшая в геймпад идет. Давай вправо. Ну, это как всегда во всех этих играх. Вначале вам нужно влево, вправо посадить, присесть, прыгнуть. Ну, и все в этом духе. Ну, что в данных на дисплее материка в норме? Ну, похоже, есть проблема с сервероприводами. Угу. Подвигай руками. Эй, полегче. Ты долго был в отключке. Опять вибрация. То есть, каждое движение, каждая какая-то... А вот опять сейчас вибрация. Он вставил себе вот этот чип. И так же вибрация. Так, продолжить. Да, конечно же. Вибрация. Ну, опять же, проседы очень сильные просадки в фпс. Я вот прям на глаз это очень сильно заметно. Почему я это отлично пропустил? Я хочу это тоже пропустить. Пропустим. Ну, и уже к самой игре приступим. Я надеюсь. Очень много кат-сцен. Сканирование. Окей. Боевой корабль. Бракон. Угу. Давайте, наверное, посмотрим какие-нибудь тени и отражения. Все-таки, как-никак, мы играем в кампанию. А в кампании должна быть графика немножечко... Ну, как немножечко. Даже немножечко получше, нежели в самом мультиплеере. Хэллоинфинни. Там мы все видели, в принципе, как что выглядит. Опять же, это режим производительность. То есть, 60 фпс, фузи, разрешение. Смотри. Добить можно. Так. Подобрать плазменный пистолет. А у нас же есть, да? Можно поменять на него. Давайте поменяем. Почему бы нет? Побегаем с ним. Тоже неплохо. Но чувствуется, что здесь прям очень отзывчиво, кстати, управлять, ребят, без инпут лага абсолютно. И прям... Ну, 60 есть здесь точно. Пока что, на данный момент. Так. Где здесь кто? Есть противник? Пока что одного добил. Пока никого больше нет. Что это такое? Подобрать взрывная спираль. Так. Нажмите РТ, брошенная. Тимрайдерная спираль взрывается при ударе, нанося огромный урон находящимся рядом противником. Отлично. Так. Вибрация какая-то. Класс. Очень, 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 кстати, вибрация здесь приятная. Прям вполне. Даже более чем. Так. То есть, прыжки. Это все. А давай кинем, подожди. У нас же есть... Да, у нас есть Крюкошка. Но она, видите, перезарядка буквально 5 секунд. То есть, 5 секунд, и ты уже можешь зацепиться, куда тебе нужно. А только куда мне нужно? Знаешь, что я обожаю? Убивать людишек. А где ты? А, вон он, смотри. Людишек он обожает убивать. Приятная стрельба, так же, как и в мультиплеере. Ничего не изменилось. Все то же самое осталось. Вибрация так же. То есть, даже вот я прыгнул. Падаю немножечко, ну... Именно со своей высоты, которую я прыгал. В прыжок сделал. И вибрация так же идет в геймпад. Прямо такая легонькая. Ну, то есть, ощущается, что ты прыгнул. Сканируй, нажмите вниз. Просто нет места, чтобы выделить цели. Так. То есть, мне наверх, да? Давайте, давайте попробуем забираться. Ну вот. То есть, текстура, как у нас здесь выглядит. Да, конечно, лесенки присутствуют. Даже вот если ты вдаль посмотришь. Есть лесенки. Опять же, Full HD 60 FPS. Немножечко сейчас на таком режиме поиграем. И потом обязательно переключимся в режим качества. Чтобы проверить, ну, вообще. Будет ли разница в картинке. Ну, поверьте мне. Разница будет. И также в управлении будет разница. Очень большая. Так. Умри, дружочек. Помогите. Так. А, то есть, смотри, какие. Кто-то такие. Кстати, они нормально урон наносят. Хоть у них ведь только пистолеты. Урон они неплохо наносят. Ну, и также, конечно, вибрация в геймпаде есть во время стрельбы именно в триггеры. Когда ты перезарядку производишь. Вот, сейчас перезаряжаюсь. Вибрация также идет и в триггеры, и в сами ручки геймпада. Почему-то, кстати, закрылась. Живой он, живой. Нам сюда. Да. Класс. Класс. Очень приятно играть. Я играл в Хэлла пятую. Вот, до этой части, которая была. Там, конечно, тоже было приятно, но здесь как-то все это отточили. Более лучшую сторону, я бы даже сказал. Так, где-то здесь противник был. Где-то вот здесь. Показывал почему-то точку красную. Так, сканируем. Куда нам идти? Нам сюда. А почему-то обратно нужно. А, вниз. Уже помер. Жалкое зрелище. Так, может вниз? Да, нам сюда. Да, нам сюда получается нужно. Кто стреляет? Опять же они? Кто такие вообще? Что за мелкие какие-то? Ладно, прикольно. Тоже, смотрите, патроны с них падают. Тут где-то как-то что-то нужно открыть. Или просто-напросто их убить, скорее всего. И там все откроется. Да, он открывается уже. То есть они туда выходят. Ай-яй-яй. Тоже с такого же лазерного я их убил. Ладно, пойдемте сюда. Оружие кончилось. Катсцена пошла опять. Вибрация. Красиво. Ой-ёй-ёй-ёй. Первый такой, знаете, мини-босс. Я скажу даже. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ну не сказать, чтобы он сложно был противник. Сказать, чтобы я не мог от него вернуться. Но меня почему-то он убивает быстро. Он меня все-таки убил, ты представляешь? А как так? Как это произошло? Светлая мишень. То есть моментально, смотрите. Нас убили. И мы прям, прям очень быстро. Отстань от меня. Прям очень быстро. Переродились. И по новой. То есть с контрольной точки. Играем. Ждать вообще не приходится. Даже если вас будет убивать, вот как меня. Просто-напросто подождали буквально пару секунд. И все, вы уже играете. Вот это вот очень-очень приятно. Насколько тебе убивать нужно? Отстань. Да, в смысле? Отстань от меня. Отстань от меня. Ужас. Как тебя убить? У меня патронов-то нет. На оружие. Она нормальная. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как тебя убить? Ничего не взрывается. Как тебя убивать-то? Ужас. Так, отстань. Отстань. А, только вот так, что ли? Да, только так, скорее всего. Да. Странно, что его нельзя просто-напросто бить с обычного оружия. Так, давайте в этом моменте мы, наверное, поменяем графику, графика, и поменяем на качество. Отлично. Сразу заметно, инпут лаг. Так, лесенки практически не убрались никуда. Они остались на тех же местах. Да, разрешение становится повыше. Детализация именно оружия стала получше, как вы, в принципе, сами тоже видите. Текстуры немножечко получше, но все же, все же есть лесенки. Я не понимаю, почему они не убираются при повышенном разрешении. Хотя, по идее, должно убираться. Не знаю, почему оно так работает. Даже вот, посмотрите, вот эти полосы красные идут. Когда ты вот поворачиваешься камерой, или смотришь на них, или ходишь вперед-назад, они лесенками тоже так же идут. Но вот, что здесь появляется, это более-менее какие-то, знаете, отражения. Ну, получше, конечно, графика, да, но инпут лаг здесь просто ощущается очень сильно. Конечно, кампанию можно пройти, но в мультиплеер играть при таком режиме графики, ну, я не знаю, не стоит вообще. Стоп, где, кто? Так, 9 патронов осталось. Давайте на наружный берем. Подобрать игломет. Да, игломет, и еще игломет подобрать. Стой, игломет. Да, я хочу с игломета пострелять. Я играл в мультиплеере на нем, ну, мне понравилось. Кромсатель можно взять вообще. Давай попробуем с кромсателя пострелять. Так, вниз нажимаем, да, нам сюда. Так, сейчас, ребятки, у нас качество режим 1440p и 30 фпс. С небольшими инпут лагами, да, конечно, опять же повторяюсь, в режиме таком играть только нужно именно вот в компанию. В мультиплеер вообще не стоит. У меня сколько было стримов. Мы это все проверяли. Невозможно играть вообще. Классно, классно. Вибрация здесь, вот, мое почтение. Что мне здесь больше всего нравится? Так, это вибрация. Вибрация и вот дизайн уровня неплохой, кстати. Я думал, будет похуже. Так, давайте, наверное, возьмем его. А, просто-напросто патроны набрал. Смотри, патрончики подходишь, он набирает сам. Ну, сложнее, кстати, посложнее немного попасть. Хоть здесь и автоприцел неплохо работает, да, автонаведение на противника. Но все же очень разница большая между производительностью и качеством. Именно в управлении. По отзывчивости именно, я имею в виду. Так, почему нельзя здесь где-то скорострельно какой-нибудь автомат найти? То есть, видите, у меня патронов вообще ноль. Не нужно было мне, конечно, тратить. Нужно было каким-нибудь обычным пистолетом стрелять. Так, давайте пробежимся, может, какую-нибудь закину. Так же. Хочу посмотреть именно на взрыв. Давайте посмотрим на взрыв. Ну, ну ладно. Пойдет, пойдет. Что это такое? Пополню безопасническое оружие. Все, отлично. Сейчас еще пополним. А, нет, все, он пустой. Так, здесь только игломет можно подобрать. Ну, вот, стоп. Кстати, можно... Давайте импульсный карабин возьмем. На 100% заряжен. Ну, посмотрите, большие локации. Именно вот сейчас, на данный момент, мы в большой локации находимся, где просторные... Просторные у нас, получается, вообще места, где можно вообще посмотреть на графику. То есть, видите, как высоко здесь летать. Ну, блин, не знаю, попробовать, кстати, давайте... Да, да, кошка прям здесь, крюк кошка вполне пригодится. Хотя можно и без нее обходиться, если честно. Там, может, моментами где-то в определенных местах, где-то обязательно нужно выполнять, только будет, и все. А так можно без нее обходиться. Ты посмотри, как быстро убивают. Очень быстро. Моментально. Как много урона наносит. Ждать, пока щит восстановится. Ужас. Ужас руки, да, отлично. Так проще, кстати, намного проще. Потому что этими вот щитами, они очень много урона наносят. Отстань! Ты посмотри на них, а. Да, FPS также 30, но такое чувство, будто бы просаживается до 25-20 моментами. Ну, не знаю. Опять же, это все по ощущениям, что есть просадки. Смотрите, торчит ужас. А, вот, как раз-таки этой пушкой их, наверное, и пробивать. Или, возможно, до этого я пробил уже. Так, патроны мы взяли. А на это у нас нет патронов. Правильно? Правильно. Ну, красиво. Неплохо. Да, 30 FPS, да, 2К, но... Не знаю, какие-то, знаете, чего-то здесь не хватает. Вот даже сейчас плавности не хватает. FPS вот сейчас даже проседает. Так что вообще? Ужас. Плазменный максимум... Плазменный боеприпасов. Это все максимум, максимум, максимум. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра. Hello Infinite на Xbox серии Asset. При разрешении Full HD, 60 FPS, более-менее стабильно, отзывчивое управление, и неплохая картинка. Ну, главное, что 60 FPS. А при качестве пресет, качество именно, когда мы ставите, то тут уже появляется 30 FPS, input lag, то есть даже моментами где-то падает до 25 кадров. Очень сильно, если честно, чувствуется, да, хоть и разрешение в 2К становится. Конечно, получше, чем Full HD, но все же, все же такое себе. Лучше в Full HD играть при 60 FPS, чем играть в 2К, в 30, но с input lag. Конечно, в компании это все будет нормально, но вот в мультиплеере уже будет не очень. Кстати, отражение прикольное, вроде как. Даже для такой игры. Выходим? Отлично. Как-то вот так идет игра. Hello Infinite. Компания на Xbox серии Asset. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox серии Asset. Также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord серверу, подписаться на мой Instagram. Также ты можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok